Сегодня 21 июня 2014 года. Протошаг изменит мир. Вчера я рассказывал о похудении, о регуляции веса с помощью Протошага. И хочу сказать, что, пожалуй, я слишком оптимистично заявил, что регулировать вес с помощью физических нагрузок очень легко. Нет, нет, это не легко. Имея в виду разнообразные циклические нагрузки, тренажеры, велосипед, плавание, это не так. Почему я решил вернуться к этому вопросу? До того возраста, 47 лет, когда я начал заниматься Протошагом, это было 12 лет назад, у меня периодически возникали проблемы с тем, что я набирал вес. Иногда я спрохватывался достаточно быстро, когда вес был 77-78 килограмм. Иногда запускал это дело, он поднимался до 85-86. Ну, тем не менее, такая тенденция просматривалась постоянно. Это при том, что я не могу назвать свой образ жизни малоподвижным. Пусть я никакой специальной физкультурой не занимался и никогда не посещал тренажерные залы, но, тем не менее, я достаточно много ходил, ездил на велосипеде не до спорта, а по разным делам магазины. Был даже один год, когда я брал абонемент в бассейн и посещал его, ну, может быть, 3-4 до 5 раз в неделю. И, тем не менее, проблемы с тем, что незаметно для меня начинал повышаться вес, они все время присутствовали и приходилось применять какие-то специальные меры. Эта проблема полностью оказалась исчерпанная после того, как я занялся протошагом. Это говорит о том, что если и есть способы физкультуры, которые превращают регуляцию веса в очень простое дело, то их явно немного. И один из редких, но, может быть, по эффективности единственный по такой степени эффективности способ – это ежедневный протошаг. С чем можно это связать? Я вчера сказал, что очень неплохой способ – это ходьба с палками. Вероятно, да. Я это сказал в большей степени, понимая, что просто так вот взять и пойти протошагом по улице – это мало кто сможет. К этому надо привыкнуть. А с палками пойти легко. Но помогает ли ходьба с палками регулировать вес? Да, что регулировать вес нужна нагрузка ходовая, какая-то форма ходьбы – это очевидно. Потому что заниматься желательно каждый день не менее часа, желательно больше, часа полтора. А какой вид физкультуры позволяет заниматься каждый день по часу и более? Это очень быстро надоест. Это просто невозможно. Ходьба же для человека, естественно, как дыхание. Она не надоедает, поэтому ходить можно каждый день. Что касается вариаций ходьбы, какая ходьба? Может ли что-то, кроме протошага? Обычная ходьба, ну, кроме своих особенностей, я уже говорил в прошлом рассказе, что у меня из-за сколиоза достаточно быстро уставала спина. Может быть, не только из-за сколиоза, а вот такая особенность организма. Уставала спина, для меня ходьба не представляет удовольствия. Но кроме этого, еще ходьба, это не воспринимается, не может восприниматься, как полноценная тренировка всего корпуса, всех мышц корпуса. Ведь при традиционной ходьбе спина неподвижна. Это уже не дает воспринимать ходьбу, как общую тренировку всего организма. Протошаг же из-за цикличных движений плеч тренирует весь корпус. И поэтому воспринимается ходьба протошагом, как полноценная физическая тренировка, несмотря на то, что почти никаких усилий от человека не требуется. Не надо не преодолевать себя, не заставлять выходить на тренировку. Если человек привык, его тянет заниматься. Вот по этой причине протошаг для регуляции веса является, может быть, даже уникальным упражнением. И еще причина в том, что при протошаге работают мышцы и прессы брюшной, вообще вот эта область брюшная, она очень хорошо чувствуется. И, ну вот скажем, у меня тенденция, это почти во всем организме жир не откладывается, а откладывается в животе. И вот эта область, она при движении протошагом очень хорошо чувствуется. И почему у меня, может быть, с возраста 48 лет перестали возникать проблемы с весом? Потому что я хожу каждый день, вот это работают мышцы живота. Если появляется из-за жира какая-то рыхлость, ну, то она практически автоматически ведет к тому, что, ну, может быть, я даже непроизвольно. Может быть, начинаю меньше есть, может быть, еще что-то. Но этот вес уходит. Я фонетически регулярно не взвешиваюсь. Может быть, ну, если взять средним за год, может быть, раз 15-20. Но бывает не взвешиваюсь месяцами. В прошлом рассказе я сказал, что у меня вес где-то 72-73 килограмма, но вот, рассказав это, я вечером встал на весы. Показывает 70 килограмм. То есть он ниже, ну, я это связываю с тем, что лето. Может быть, в связи с этим несколько больше. Я хожу протошагом, поскольку погода хорошая. Так что, все-таки, чтобы легко и без труда регулировать вес вот тем способом, который я рассказал в прошлый раз, все-таки, вероятно, надо освоить протошаг. Другого типа тренировки, они связаны с большими самоограничениями. То есть человеку нужно, ну, сдерживать себя достаточно сильно в виде. А при занятиях протошагом, вот тот принцип, который я рассказал, когда чуть-чуть есть меньше в какие-то приемы пищи, смотреть, что произойдет, получать удовольствие от тренировок, понимая, что это, если будет удовольствие от тренировок, то проблема решается автоматически. Это заменяет мотивацию какую-то серьезную. Потому что считается, что человек может так похудеть и стабильно держать вес, если он мотивирован. Ну, если это связано с профессией, там, с отношениями, ну, еще по каким-то причинам. Но для своего здоровья это человек не очень мотивирован. Я тоже как-то не скажу, что обращаю внимание на свое здоровье. Но, тем не менее, я хожу протошагом. Мне нравится это дело. И, ну, оптимальный вес, он оптимизирует и саму походку. Поэтому все подстраивается. Вот немножко меньше есть тем, чтобы к следующему приему пищи немножко чувствовать голод. Когда к этому человек привыкает, еще немножко меньше. И таким образом все автоматически регулируется и усилий оно не требует. Вот, вероятно, на сегодня то, что я хотел сказать. Подводя итог, я хочу сказать, что, корректируя свой прошлый рассказ, я хочу сказать, что далеко не каждый вид ежедневной физической нагрузки можно так связать с питанием, в общую какую-то у себя в голове связку, с тем, чтобы она помогала без труда сбросить вес. Не исключено, что таких способов, ну, может быть, только вот так легко, это позволяет сделать только протошаг. Спасибо за внимание. Продолжение следует.